Самая главная задача, конечно, была найти хороший трамплин и разогнаться до такой большой скорости для того, чтобы на этом трамплине попрыгать и посмотреть, как работает подвеска. Эту задачу мы выполнили. Трамплин был замечательный, скорость была хорошая, где-то на 160 перед трамплином мы выходили. Автомобиль ведет себя очень хорошо, подвеска отрабатывает замечательно. Даже на такой скорости прыгать безопасно, то есть автомобиль абсолютно контролируемый. Но, к сожалению, из-за того, что это людные места, и получился небольшой циклент, потому что был грузовик, мы его пропустили. И когда прыгнули на трамплине, за грузовиком еще была пыль, я предполагал, что он продолжает двигаться. И, соответственно, рассчитывал, что, выйдя из его пыли, приблизившись к ему, видя, что он дальше будет ехать, я смогу сориентироваться его объехать. Но он в этот момент решил остановиться неожиданно, и когда я вышел из его пыли, получилось, что он уже стоит. Машина и сильно повреждена? Нет, машина не повреждена, это пластик, пластик немножко, колесо, вот это более неприятная ситуация, чем вот этот пластик. Но ребята посмотрели по подвеске, все нормально, то есть никаких смещений нету, поэтому надеюсь, что это не скажется никак на гонке. То есть уверен, что это не скажется на гонке. А то, что результаты тренировки, ну, повылезали мелочи, повылезали такие маленькие штучки, потому что это проблема с песком, проблема с морской водой, окисляются все контакты. Сейчас, конечно, его надо все почистить, поправить. Надеюсь, что к завтрашнему дню все успеем. Продолжение следует... Продолжение следует...